Хочу поздравить Сибирь с победой, хорошо начались, поддержали счет и в конце забили нам еще до гонку. Так игра понравилась, в целом движение неплохое, было лучше, чем в предыдущем матче, я по своей команде беру. Ну, забивать надо, не забиваем. Я тоже сам могу сказать, хорошая такая игра была. В начале нам где-то немножко, наверное, повезло с этими голами, но с другой стороны, бросок, он всегда, как говорится, оправдан, была нацеленность на ворота, были броски в ворота, где-то рикошер, где-то нам повезло. В принципе, наверное, второй-второй период соперник здорово поддавил, очень много моментов создал тут, опять же, Алекс Салага там здорово сыграл, ну а в целом играет я думаю, зрителям понравилось, наверное, и подрались, те, кто, наверное, умеет это и хочет это делать, я думаю, что, в принципе, нормальная мужская игра была. Спасибо. Вопросы? Андрей Владимирович, в которой он будет играть в бой, кто из отсутствующих уже сможет, скорее всего, принять участие, что ожидается появление? Ну, один только Ульстерман. У него сейчас такая небольшая гематома, но я думаю, что Куфе он будет готов, а остальные пока нет. Возможно, еще гемат, возможно, гемат, да. Возможно, гемат, да. Возможно, серьезно, что-то травма? Ну, в столкновение получил там небольшое повреждение, да, и не знаю, завтра мы отдохнем, а послезавтра мы услышим врача по этому поводу. А профессиональный гостей Андрей Петрович, вы известны в Товгаре и в прошлом, да, за «Сокеаном» выступаете. Вот ваш подопечный, Дамир Распай, второй же бой проводится в шлеме, так как соперник без него. Насколько это вписывается в кодекс Товгая, скажем так, насколько это этично? Вас как зовут? Дмитрий. Дима. Знаете, драка есть драка. Кто какого шлем сбил, это там, кому как повезет. Только крепче закрутил. Вот так вот я вам отвечу. То есть, по игре, по игре, вопрос. По игре, Брэндон Бальчанский в четырнадцать матч без заброшенных шайб, и сегодня на Толюсе это нервы, но он уже уверенность потерял? Дима, ну ты что-то это сильно нагрелся, наверное, да? У него так 55 очков, так, между прочим, у Бальчанского. Четырнадцать матч без заброшенных. Ну, что сделаешь? Вы довольны в игре? Дима, сейчас тебе шлем одену. Спасибо. Вопросы по игре будут еще, по-моему? Можно две, Владимир? Да, Владимир. Сегодня на ноль отыграли. Салк, второй сухарь за Сибирь. Тем не менее, довольны ли вы игроки в Воронеже? Вы получите выходом из зоны? То есть, казалось, что с трибун, что какие-то проблемы в этом попереднике были? Во втором периоде, да. Если первый и третий было неплохо, претензий нет, то во второй, да, почему-то. И при том, что соперник, в принципе, не сильно заставлял нас ошибаться. Было очень много ошибок на выходе из зоны. Здесь, да. Здесь мы, ну, знаете, опять же, это игра. Первый период такой эмоциональный. Вышли на второй период, возможно, где-то просели, скажем так, да, и пошли невынужденные ошибки. Ну, опять же, и соперник заставил ошибаться в своей игре. Поэтому здесь же можно по-разному говорить. Мы начали просто так ошибаться или соперник нас заставил ошибаться. Поэтому игра три периода состоит. Где-то вот, я уже сказал, в втором периоде Алекс нас выручил, да, где-то вот эти моменты опасные, которые соперник создал. Ну, в третьем уже неплохо сегодня сыграли в большинстве. В принципе, и первое большинство было неплохое. Мы не забили, ну, и вот это в конце. Два большинства неплохо. Спасибо.